Друзья, с вами Лохматая Душа, и я опять к вам с болью. Вы знаете, никакого сердца уже не хватает и никаких нервов, чтобы переживать это и делиться. Я обращаюсь к вам, потому что вы моя единственная надежда. Больше ведь никому это не надо, кроме тем, кто заходит на наш канал. Как обычно прозвучал звонок, и женщина сказала, что в кустах лежат два подростка избитых, избитых до полусмерти. И она не знает, живы или нет, один из них еще дышит, а второй только хрипит. И я попросила женщину помочь. Попросила, чтобы сделала она все возможное. Она погрузила малышей в машину и поехала в клинику. Я в это время договаривалась с врачами. У нас есть хорошие, нормальные, настоящие люди. И приняли нас очень быстро. И уже в клинике выяснилось, что мальчик и девочка, брат с сестрой, метис и бигля. Возраст приблизительно 7-8 месяцев. И били их насмерть. Большие гематомы на голове. У мальчика сломаны ребра, передняя лапа, таз. У девочки тоже сломано, вывихнуто переднее плечо и бедро. И также гематомы на голове. Малышей просто били насмерть. А потом бросили, подумав, что они уже мертвые. И чисто я считаю счастье, что их увидела женщина. Она не говорит, как она их увидела. Возможно, она увидела, когда их бросали. Я не смогла этого добиться. Да и меня это не особо интересует. Важно то, что она помогла достать этих детей. Важно то, что она дозвонилась. И важно то, что дети в клинике. Мальчик в очень тяжелом состоянии. Три дня сейчас ему дадут на реабилитацию, так как мы его оставили в стационаре. И, возможно, если все будет хорошо, 22-го числа его прооперируют. А девочку запланировали прооперировать еще через сутки. 23-го. Я обращаюсь к вам, ко всем, друзья, кто заходит к нам. Пожалуйста, все мы люди. И у каждого из нас, ну, есть, ребята, 100 рублей. Пожалуйста, я ведь больше не прошу. Помогите спасти жизнь двум детям, которых уроды просто избили и бросили. Это не машина. Дети действительно именно избиты. Я знаю, что слишком часто, наверное, обращаюсь к вам. Но я не могу пройти мимо. Мне уже немного осталось, ребята. Я это знаю. Но так хочется сделать что-то. Что-то еще хорошее. Может быть, эта капля добра и будет той каплей, что перевесит добро. И мир пойдет к лучшему. Я в это верю. Пусть я сумасшедшая, но я в это верю. И я прошу вас по капельке, по 100 рублей. Это ведь и есть капля вашего милосердия и доброты. Я обращаюсь к вам. Друзья, пожалуйста, пожалуйста, помогите спасти две новых жизни. Помогите накормить приют, потому что мы опять на грани. Про нас все чаще забывают. А я не могу молчать. И обращаюсь к вам вновь и вновь и вновь, пока вы меня нахер не пошлете. И даже тогда буду обращаться. Я ведь прошу не для себя. Я прошу вас для тех, кто живет рядом с ними и кого мы все чаще забываем и отворачиваемся. Я прошу у вас капельку добра для бездомных животных, для приютов. Пожалуйста, мои хорошие, жизнь так быстротечна. Творите добро, люди. Пожалуйста, пожалуйста, творите добро, люди. 100 рублей для вас – это немного. Для приюта – это жизнь. Услышьте меня. Я вас очень прошу. Услышьте меня. Западите, я сейчас по этому. Смотрите, левая сломана. Левая здесь. Сзади тоже сломана, поэтому... Слева-страва. Аккуратненько, да. Чуть-чуть под голову, а в правую ножку мы сейчас поставим, в переднюю ножку мы поставим котеп. Так, значит, здесь у нас перелом плечевой кости слева, вывих и перелом головки, то есть вот он вывих, вот кусок головки вообще отловом левой бедренной кости. В принципе, все остальное собачка цела. Ну, какой-то ушиб, потому что мы видим кровоизлияние из носика незначительное. Тут легкие, в принципе, неплохие, но незначительный ушибчик. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ